Вопрос. Когда я говорю неверующим, что Аллах создал все сущее, они спрашивают меня, а кто создал Аллаха? Как Аллах существовал изначально? Как мне ответить на это? Ответ. Хвала Аллаху. Вопрос, с которым к вам обращаются неверующие, изначально несостоятелен и противоречив. Во-первых, даже если предположить, что есть какой-то творец Аллаха, то ведь задающий вопрос спросит вас, а кто создал его? А кто создал Творца-Творца? Творца-Творца-Творца? И подобный вопрос можно продолжать до бесконечности. Однако такая бесконечная цепочка абсурдна. Что касается творений, то всех их сотворил Творец. Творец всего сущего, которого никто не сотворил. Он сам Творец всего сущего. Это приемлемо разумом и согласуется с логикой. И Творец этот – Всевышний Аллах. Во-вторых, что касается шариата и нашей религии, то Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сообщил нам об этом вопросе, откуда он берет свое начало. И каков ответ на него? Сообщается от Абу Гурейры, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Люди не перестанут задавать вопросы, пока не скажут, «Это Аллах, Создатель всего». А кто создал Аллаха? Если человек по наущениям шайтана обнаружит что-то из этого, пусть скажет, «Я уверовал в Аллаха». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «К одному из вас может явиться шайтан и сказать, кто создал небеса, кто создал землю». Человек ответит Аллах. После этого приходят те же слова, что и в предыдущем хадисе, но к словам «Я уверовал в Аллаха» добавлены слова и посланников его. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Шайтан может явиться к любому из вас и сказать, кто создал это, кто создал это, пока не спросит, кто создал твоего Господа. И когда он дойдет до этого, пусть человек обратится за защитой к Аллаху и прекратит думать об этом. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, сказал, шайтан является к рабу Аллаха и спрашивает его, кто создал то-то и то-то. Из этих хадисов понятно, что источник этого вопроса – шайтан, и что ответ на этот вопрос и лечение подобного сомнения будет таким. Первое. Мусульманин не должен подчиняться, следовать за своими мыслями и обману шайтана. Второе. При возникновении подобного вопроса он должен сказать «я уверовал в Аллаха и его посланников». Третье. Должен прибегать к Аллаху за защитой от шайтана. Также в сунне передается, что следует поплевывать через левое плечо три раза и прочесть суру искренность. В-третьих. Что касается доказательств тому, что прежде всего существовал Аллах, то от нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, передается. Первое. О Аллах, ты первый, и не было ничего до тебя, и ты последний, и не будет ничего после тебя. Второе. Был Аллах, и не было никого иного. В другой версии этого предания «не было ничего до него». Кроме этих хадисов, в священном Коране есть немало аятов на эту тему. Верующий верует и не сомневается, неверующий отрицает, а лицемер сомневается. Просим Всевышнего Аллаха наделить нас искренней верой и убежденностью без сомнений. А помощь только от Аллаха.